Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, добрые ранницы. Сегодня у Гомеля отбудется посаджение коллеги Головного управления идеологичной работы культуры по справах молодости Гомельского облыва Канкама. Подчас его будут обмерковываться выники работы за 2015 год и вызначены приоритетные направки на 2016 год. Подробности в наших наступных выпусках. До других тем. У Беларуси вводятся новые лимиты на товары, набытые за мяжой. Худка, грамадяне краины смогут беспошленно отримливать замежные посылки для властного корыстания на сумму не больше, как 22 евро в месяц и вагой до 10 килограммов. Зменения, сгодна указу президента номер 40, будут стыдшиться и приватных поездок. У нового введениях разбиралась Марина Северьянова. Новые обмежевания будут денежать с 14-го красавика. Спрос два месяца после официнного опубликования указа. Заразь беларусы могут беспошленно отримливать замежи посылки для властного корыстания на сумму не больше, как 200 евро, незалежно от колькости покупок. Коли лимит перевышенный, то придется заплатить 30% от суммы перевышения. Заразь Беларусь пошла к этому вопросу по модели европейских краин, у многих из которых денежная миновита такое обмежевание – 22 евро и 10 килограммов. Например, вы заказываете и оплачиваете в замежном интернет-магазине товар на 25 евро – сумку, туфли, телефон, все, что за угодно. Коли посылка придет в Минск, треба будет оплатить пошлину – 30% от суммы перевышения кошту. А сдарается и на дворот – сумма за лимит не выходит, а вага перевышена. Альбо не укладываются у нормы одразу обо два параметры. В случае, если стоимость, к примеру, будет 20 евро, а вес посылки 12 килограммов, то будут взиматься таможенные платежи в зависимости от веса. То есть за 2 килограмма лишние 4 на 2 – 8 евро подлежат уплате плюс сбор за совершение таможенных операций 5 евро. К примеру, вы заказали посылку стоимостью 25 евро весом, к примеру, 15 килограммов. Тут в этом случае расчет немножко сложнее за счет того, что ставка комбинирована. Будет рассчитываться как от стоимостной составляющей, то есть превышающей 22 евро, так и от весовой. И та, которая окажется больше, та и подлежит уплате. То есть либо это будет 30% от стоимости в части превышения, либо 4 евро за килограмм превышения. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней краины, то в первый раз мыть не дозволить без пошлины перевести товары по раннейших нормах. На сумму у полторы тысячи евро и в огонь не больше, как 50 килограммов. А вот потом три месяца и при каждом пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товара у коштом свыше 300 евро, альбо тяжей за 20 килограммов. Али и тут есть нюансы. Без пошлина, навод при выконании коштовых и ваговых нормах, можно провозить товары только для уластного корыстания, для коммерциных метов, только с додатковой оплатой и ответным мытным оформлением. Если физическое лицо перемещает однотипный товар, например, какая-то одежда одного размера, одного номинования, ну или товары обихода одни и те же в большом количестве, то великий риск неотнесения данных товаров товаром для личного пользования. С 12 миллионов посылок, які в минулом году поступили в Беларусь, 70% было заказано в интернет-магазинах. До речи, в 2013 году таких посылок было в шесть разов меньше. И это при том, что 90% беларусов в уголе не отрымливают посылки. По подликах, в минулом году, когда 250 тысяч наших граждан отрымали от 10 до 100 и больше посылок. По мерковании специалистов, той, кто отрымливает их на постоянной основе, причем однолькового ассортименту, докладно не может выкаристовывать их во уластных метах. Марина Северьянова, Валера Ихапанько, телерадо и компания «Гомель». Управление гандлю послуг Гомельского гарвы «Канкама» провело промой телефонную линию с жихарами областного центра. На протягу годины размова шла об обороне права у покупников, ценоутворения и порушениях, которые выявляются в крамах. Казать об массовых порушениях не приходится, а когда мерковать по выниках леташнего мониторинга, яны еще и снуют. У приватности после обследования 800 объектов специалисты управления гандлю и послуг выдали около 180 предписаний и больше от 500 рекомендаций об ликвидации порушениях. Всередине больше распаусюдженных, невыконание ассортиментного пиролику и реализация протерменованной продукции. Разом с тем, во управлении отзначают си той факт, что первоважная частка гандлевых предприемствов сегодня имкнется стремливать надбавки на реализуемую продукцию, что тлумачится высокой конкуренцией. По колбасе и копченостям рекомендуемая надбавка 20%, по сырам тоже 20%, хлеб, хлебобулочные изделия 15%, мука пшеничная, крупы и бобовые это 20%, овощи, фрукты 25%. Но мы еженедельно мониторим цены и видим, что рекомендуемые торговые надбавки не просто выдерживаются нашими субъектами хозяйствования, но в условиях высокой конкурентности выполняются не до их максимального значения. Так, например, по колбасе, в очень многих наших торговых объектов действует торговая надбавка 5%, 10%. По молочной продукции то же самое. Супрационники газовой службы завершают плановую сезонную проверку стану газовых обсталеваний в жилых домах и кватерах областного центра. Зараз засталось около 10% непроверенных объектов о догольной колькости газификованных помешканий, которые подлагают регулярному контролю. Наши корреспонденты подчинялись, как ведется проверка и на что нужно обратить внимание, чтобы эксплуатация газовых приборов была безопасной. Здравствуйте. Вы у Гомельгаз прибыли к вам для проверки планового технического обслуживания вашего газового оборудования. Проверка газового обсталевания – процедура запланованная. Ее задача оценить техническое становище газовых приборов. Мета – продухилить негативные наступства. Самое распространенное нарушение – это когда граждане пытаются вмешаться в работу газового оборудования, то есть какие-то внести изменения. Либо самовольно переставляют газовое оборудование, подключают его самостоятельно. Это категорически запрещено. Ну и также нарушение правил пользования. В принципе, газ, он безопасен, если, как говорится, с ним работать на «вы». У доме Любови Солохиной газовый котел поменяли не меньше, как пять годов тому. Проверку обсталевания проходить регулярно, отповедно по трабованиям. Уся документация в парадку. Господы не у курса новинов и ставлення до газовой семьи уважливая. Была очень трагедия, эта большая. И людям самим нужно смотреть, проверять как-то. Я не знаю, вот с этой вытяжкой это очень страшно было. Поэтому не знаю. Даже если сам не можешь вызови лишний раз, я думаю, приедут. Там, если надо заплатить, там небольшие деньги. И проверят служба. У приватных домах работу вытяжных, вентиляционных и дымовых каналов на наявность тяги можно проверить и самостоянно продапомозе листка папира обо пламени запалки, калинема утяжки газу. А лео шматкватерных будинках контроли, ремонтная работа ожитивляют организации, яке мать на гэта отповедная права. Это входит в обязанности собственников жилого фонда, либо нанимателей помещений жилых. Проверка за дым-вент каналами, своевременный осмотр. Это может быть либо пройти обучение абонент в специализированной организации и получить соответствующее удостоверение, завести у себя журнал и проверять в соответствии с графиками. Сегодня на обслуговании Гомельгаза знаходится калядь 260 тысяч квадр. З их 24 тысячи помешкания обсталяваны водонагровальниками с выше 54 газовыми котлами. На тему безопасной эксплуатации этих приборов супрацовники службы газа регулярно ведут размовы с насильництвом. Хочу обратить внимание на то, что мы газовые плиты обслуживаем один раз в 10 лет. Газовые проточные водонагреватели обслуживаются раз в два года. И газовые котлы обслуживаются один раз в год. Это называется сезонное техническое обслуживание. Важно видать, что любое самовольное вмешательство у переобсталявания бытовых газовых систем – риска для життя и грубое порушение, кое карается штрафом у померы до 20 базовых величин. Александр Гамоля, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». У одной из гимназий областного центра отбылась выездная викторы на телерадиокомпании «Гомель». Размавляем по беларуску. У делу ее приняли в учни пятых классов. Им треба было передолить четыре этапы с заданиями на веддание родной мовы и культуры. Разом с ведущей программой Аленой Троценко за отказами школьников сочила и наш корреспондент Вероника Ворошилина. Энергичная, кемлевая, творшая. Менавито таких юных удельников объеднала выездная викторы над телерадиокомпанией «Гомель» «Размавляем по беларуску». По традиции мероприемство началось со знаёмства команд. Косёлки, малышины, всех пришли перенадшимы. Подчас викторыны в учням 51-й гимназии треба было переодолить четыре гульнявых этапы с самыми разными заданиями на веддание родной мовы и культуры. На первом этапе гульни команды будут перекладать словы, словозлучения и сказы с русской мовы на беларускую. Перевести и растлумашить сенс слов, подобрать фразеологизм и протягнуть поэтичный твор. Зробить это треба, користающийся выключенно беларуской мовой. Задания команды отримывали по чарзе. На роздум им давалось не больше за пять секунд. За каждый правильный отказ налишивались балы. Наша команда лечит, что поезд по беларуску – это тягник. И это правильный отказ, калиласка два балы. «Телевикторына. Размавляем по беларуску» створается телерадиокомпанией «Гомель» по заказу телеканала «Беларусь-3». Основная мета проекта – «Одродить интерес до беларуской мовы», продемонстровать ее свою особливость и познаемить телеглядашоу с мовными таемницами, законами и курьезами. За час основания «Телевикторына» знята каля 70 программ. У делу их приняли дети и дорослые самых розных кутков нашей краины. Гимназия номер 51 «Гомеля» стала другой установой адукации, девикторына «Размавляем по беларуску» пройшла у выязным формате. «Треба сказать, что все ж таки у студию трапляюць в учни старейших классаў. Ну, самые малые гэта были в учни 7 класса. Частей 10, 11, 9 зрэдку. Ну, а у пятикласнікаў не так шмат шансаў. Їх яшчэ досвіду мала. Ну, а тут пагуляць з імі вельмі цікава. Яны все успрымаюць вельмі ярка, жива і захочена гуляюць». У гимназии номер 51 «Гомеля» выязная викторына «Размавляем по беларуску» была организована у рамках проведения тыдняродной мовы и культуры. Даже же тут постоянно имкнутся выкористовывать самые разностайные и инновацийные формы работы. «У нас традиционные такие и встречи и с писателями различными беларускими, и представителями беларусской культуры, беларусского искусства. Традиционно у нас проходит неделя беларусского языка, литературы. И эти недели направлены не столько на формальный подход, а именно на то, чтобы действительно пропагандировать и свой язык, и свою культуру через какие-то игровые моменты, через встречи. Потому что только вот так можно проявить любовь к родному краю, к родной стране». По выниках выязной викторыны «Размавляем по беларуску» команда «Перамурс» отримала у якости прыза книги беларуских аутаров. А со всеми без выключения застались корыстные веды и за рад доброго настрою. «Мне вельми все сподобалось, я доведелся шмат чеху нового. Мне было вельми приемно учиться в этой гульне». «Я хотела бы, чтобы Елена Михайловна приезжала в частень со своей программой к нам уж в гимназию». Вероника Ворошина, Йоген Макиинка, телерадеокампания «Гомиль». Любовь до жития мастатства немає обмежаванню. Жихарка везки Петчищи Светлогорского района доказывает это на властном прикладе. Любовь руснак, якая с 2009 года прикована до инвалидного кресла с затяжкой хворобой, створает саправдные шедевры. И это при том, что женщина маль полностью парализована. Сталиновитой мастачкой познайомился Дмитрий Котау. Инвалидное кресло для этой стойкой эмоцной духом женщины не стало барьером, что день она демонструя мужность и соправдный человечий героизм. Статус, який Любовь руснак мая у громадстве, человек с обмежаванными махчимостями, не мая дочинения до ее творчости. Тяжкое захворывание не оказалось перешкодой. «Когда я уже перестала руками писать, то муж говорит, а попробуй ртом. Ну так, он как бы ради смеха. Ну и я попробовала. Одну, вторую, третью не получилось. Ну, а он со стороны, он видел, он говорит, извини, говорит, некоторые так руками, говорит, не нарисуют, как ты вот начал ртом». Многие лечат, что после захворывания талент мастачки раскрылся по-новому. Любовь руснак жартуя, что это связано со заявлением великой колькости вольного часу. Про с картины она выказывая свои самые ширые почутки и эмоции. Головные герои сюжетов, любимые муж и дочка. До того ж, на полотнах своего особления знаходят живелы и краевиды белорусской природы, не забывая Жанчина и Молдавию, где провела дятинство. «Очерпаю вдохновение в том, что пока я рисую, я не думаю, что у меня там руки, ноги не работают, то есть голова полностью отвлекается. Ну и меня вот даже подруги мои не знают, что если я рисую, меня о чем-то спрашивать, это бесполезно». Любовь руснак молюя с дятинства. После переезда у её скупечище пошла выкладать в мясцовой школе. Мастачка лишила вельми важной махчимость передавать своё майстерство детям. Когда ребёнок у меня очень часто мог на уроке сказать, я не умею рисовать, я не буду это рисовать, то я всегда говорила, поверь, если ты хоть чуть-чуть подумаешь о том, что ты это можешь, у тебя обязательно получится. С того часу, как Любовь руснак почала молювать таким незвычайным способом, и она створила коля 200 картин. У послужным списи шматлики и выставы у Светлогорску и Гомеле. Вообще хорошо, потому что так просто человек не занят ничем, а такое есть цель к чему-то и стимул какой-то, вот надо это, где-то что-то, выставка есть, где-то есть к чему-то стремиться, а так вообще человек сидит, нечем заняться, а у неё есть свой стимул. И сейчас я стараюсь не зацикливаться, потому что, если зацикливаешься, приносишь боль в первую очередь себе, а самое главное окружающим. И если всё время ныть, и к тебе, как говорится, люди не подойдут. Своим уластным прикладом Любовь руснак демонструет силу духа и стойкость человеческого характера. Не глядяши на складанные и житёвые выправывания, она протягивая займаться любимой справой и доказывая, что у житти няма ничего немагчимого. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель, Светлогорский район. Головный державный санитарный ураг Гомельской области Александр Тарасенко сегодня станет гостем программы «Дайалог» телерадиокампании Гомель. Она выйдет в эфир одночасово на телеканалах «Беларусь-3», «Беларусь-4» у 18 годин 40 хвилин. Говорка у першую чаргу подзе про селетнюю эпидемиологичную ситуацию по захворване на гриппе в острой респираторной инфекции. Але таксама плануется разледзеть іншые пытаньи у приватности выники проверки объекта у гандлю и громадского харчаванья. Нумер телефона промога эфиру у Гомеле 77 68 45. Новины региона информацию об проектах Таррадою компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tv архомел кропка бивай. И на гэтым выпуск завершен. У студы працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова